Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе Микец. Но не только о главе Микец. Микец в конце событий, взаимоотношения братьев и Йосефа, но об этом чуть позже, потому что, почему не только о главе Микец, потому что практически всегда эта глава выпадает на шаббат Хануки. Надеюсь, вы празднуете и вам с праздником, и пончики, и все такое. Ну, понятно, есть много, наши мудрецы много говорят о связи между историей Йосефа в нашей главе и Хануки. Мы с вами поговорим об одной из них, одной из аллегорий, которая мне лично очень близка и в конце, конечно же, личная история. Наша глава начинается с того, что Йосефа вызволяют из его камеры, где он поднимается на самый верх, становится премьер-министром, братья приходят в Египет, казалось бы, в этот момент мести, но есть одна фраза, которую говорит Тора перед встречей, во время, в самом начале встречи братьев с Йосефом, что братья не узнали Йосефа. Ну, в общем-то, очевидно, прошло 20 лет с копейками, и мальчики уже далеко не тот тинейджер, которого продали в рабство. Но наши мудрецы объясняют, что они просто не узнали Йосефа. Они не могли себе предположить, что Йосеф выживет, а главное, не могли предположить, что это Йосеф, который не просто выжил, а остался соблюдающим евреем, да еще где в Египте, который полностью противоречит вообще какому-либо соблюдению. И поэтому они просто даже не думали, что это может быть Йосеф. А Йосеф не просто выживает, он остается гордым евреем. Даже его папа, папа Яков, когда ему сообщают новости о Йосефе, он говорит, Йосеф, сын мой жив. Такое впечатление, что вопросительно-восклицательным знаком, что он не просто жив, а еще выжил как еврей в месте, который абсолютно не приспособлен для соблюдения тора и заповеди, не в стране развитого иудаизма, а где он один, просто один человек, который выживает. Но Йосеф не просто выживает, он гораздо больше, чем выживает. Он гордо несет знамя соблюдающего еврея, будучи всего лишь один, выполняя то, что говорит книга «Этики наших мудрецов» в месте, где нету человека, «ты будь человеком». Он не просто остается гордым евреем, он делает так, что обстановка вокруг него меняется и сопутствует, уважает Йосефа как соблюдающего еврея. И до такой степени, что когда Яков со всей семьей приходит в Египет, сам фараон бежит ему навстречу, устраивает место, где евреи могут жить, соблюдать тору и заповеди, евреи прозят с огромным почетом, и фараон идет на поклон Якова получить у него благословение. Да, потом все испортилось, тогда, когда мы перестали гордиться тем, кто мы есть, мы попали в египетское, да, в общем-то, и в любое рабство. Мы попадаем по тому же самому поводу. Для меня это и есть Ханука. Ханука — это праздник, когда мы гордимся тем, что мы евреи. Мы выставляем Ханукиот со свечами Хануки на окнах наших домов, на площадях, на машинах, везде. Мы показываем мы, евреи, гордые тем, что мы победили, гордые тем, что у нас история и заповеди. Это и есть история Хануки, когда мы гордимся тем, кто мы есть, потому что в Хануку победили евреи, которые гордились тем, что они евреи, евреи, которые стеснялись того, что они евреи и хотели быть как все. Тридцать лет назад ваш покорный слуга был очень маленького роста, и в Одессе тогда впервые праздновали широко праздник Ханука, и на улице Дерибазовской, где ваш покорный слуга жил, вы поставили высоченную трехметровую Ханукию, которую каждый вечер зажигали. Может быть, я рассказывал вам эту историю, но она для меня очень важна. Она определяет, что такое Ханука, чего мы добиваемся. И вот один вечер, тогда было не так много евреев, которые в городе-герое Одессе, которые могли прочесть благословение и все, что там положено с жжением свечей. Вечер, это был суббота вечером, как сейчас помню, как раз в конце главы Микет, 30 лет назад, маленький мальчик вот такого вот роста, нужно было, он единственный оказался тогда на этой площади, который мог прочесть благословение. Подогнали электрокар из соседнего овощного магазина, этого мальчика подняли, и я, стоя там наверху, гордо зажег свечи, прочел благословение, зажег свечи, и вижу следующую картину. Дело в том, что весь праздник Ханука, возле этой Ханукии стояли милиционеры, милиционеры Жавтневого района, которые охраняли все это мероприятие. И каждый вечер, когда мы приходили зажигать ханукальные свечи, а если не ошибаюсь, это был уже пятый вечер, мы рассказывали, кто там собрался, вкратце историю праздника Ханукии, там люди собирались, кто-то слушал и шли дальше. Бедный милиционер из управления милиции Жавтневого района слушал эту историю уже пятую ночь подряд. И вот я стою наверху на этом электрокаре и вижу следующую картину. Проходит мимо хорошо выглядящая интеллигентного вида пара, и видит что-то странное, на Дерибасовской стоит Ханукия, вроде там уже время более-менее свободное, но еще не все понятно. Естественно, они подходят к товарищу милиционеру и спрашивают, товарищ милиционер, а что здесь происходит? Милиционер их окинул взглядом и спрашивает их, а вы евреи? Они немножко засмущались, но где-то внутри женщина нашла свое еврейское самосознание и сказала, да, а что? Тогда этот милиционер сделал шаг назад и сказал, так у вас и евреев есть праздник Ханука, когда вы победили греков, теперь зажигаем свечи, и рассказал им все, что он слушал в предыдущей ночи. Это то, что сделал Юсеф. Он сделал так, что та обстановка, в которой он был, она помогала соблюдать Тору и заповеди. Милиционер, рассказывающий историю Хануки, это приход Машеха. 30 лет уже прошло, наверное, уже скоро придет. До встречи, успехов, пока! Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok